Влад А4 ищет помощи и поддержки у своих подписчиков, а тем временем Мамикс опубликовал очередной пост из больницы и наконец стример, который заработал за месяц 25 миллионов рублей, представляете? В общем, именно об этом мы с вами сегодня и поговорим, а также посмотрим на ваши комментарии, которые вы оставили в прошлом ролике. Всем привет, это ютубчик АВО, расскажем тебе кто кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! Влад А4 просит помощи у подписчиков по поводу идеи вирусного видео, по крайней мере именно такой пост он сделал у себя в соцсетях. И ведь это очень странно, потому что у него есть свой креативный директор, который может набрасывать ему различные идеи, но почему-то он просит подписчиков именно у зрителей. И вот тут палка о двух концах, вроде А4, великий российский блогер реализовал твою идею и ты этим можешь гордиться, но с другой стороны, блогер эту идею взял, а тебе в свою очередь ничего и не дал. При этом мы напомним, что Влад А4 зарабатывает со своих роликов миллионы рублей в месяц, так что лично я на месте Влада А4 100% бы вознаградил того человека, который придумывает действительно крутую идею для канала. Но насколько мы помним, Влад А4 своими деньгами особо не разбрасывается, поэтому такого мы от него вряд ли дождемся. А тем временем, Мамикс выложил очередной пост из больницы и рассказал о состоянии своего здоровья и похоже, что блогера скоро выпишут оттуда. Он отметил, что в больнице провел уже более 40 дней, что каждый день лежал под капельницами, прошел через две операции и вроде как его скоро выпишут. Но в любом случае, впереди начинается основная работа по восстановлению, приблизительно длиною в полгода. А это говорит о том, что травмы были действительно очень серьезные, но Мамикс до сих пор не осветил причину, по которой все это произошло. И несмотря на то, что многие подписчики, ну как многие, тысячи, да почти миллионы пытались набросать какие-то идеи по происшествию, что же случилось, что произошло, что у него с рукой, Мамикс всем говорит то, что никто не угадал. И более подробно, скорее всего, он расскажет именно на своем канале в полноценном ролике. Так что, друзья, ждем. Ну а Мамиксу желаем восстановления. Парень, который заработал больше 25 миллионов рублей за этот месяц, и при этом он отметил, что это без шуток, сам был в шоке, когда узнал про эту цифру. Ну и как вы уже поняли по этим картинкам, это не Каглай, тот самый стример с Твича, на которого в последнее время выливается много хейта, из-за того, что он взял в рабство Ивана Зола. Ну как взял в рабство, то есть он делает с помощью него контент, а сам зарабатывает деньги. Именно так рассуждают многие подписчики и зрители. Ну а что касается Ивана Зола, то о нем мы рассказывали в прошлом выпуске, и мы планируем сделать полноценный ролик также про Никоглая. Ну а возвращаясь к его заработку, напишите в комментариях, как вы думаете, заслуживает ли он таких денег 25 миллионов рублей в месяц. Ведь многие люди учились в школе, поступали в университет, достойно учились и устраивались на престижную работу, но даже приблизительно такую цифру они не получают, причем за несколько лет. И кстати, честно говоря, даже представить не могу, что бы я купил себе на такую цифру, если бы заработал 25 миллионов. Допустим, вы купили себе квартиру, машину, крутой телефон и так далее, помогли своим родственникам с деньгами, оплатили чьи-нибудь кредиты, отдали деньги на благотворительность, и скорее всего у вас еще останется несколько лямов. И вот что, что бы вы на них купили, пишите тоже в комментариях. Ну а сейчас мы завершаем конкурс, лучший блогер, кто же им оказался, по вашей версии, то что вы писали в комментариях под последним выпуском. Итак, барабанная дробь, друзья, и это Мамикс. И вы знаете, я точно уверен, что этот парень такого результата действительно заслужил. Он прошел через многое, он внес многое в ютюб и в его развитие, очень много просмотров, подписчиков и действительно классный, крутой контент, из-за которого он даже оказался в больнице. Так что поздравляем Мамикса, желаем ему удачи в развитии его каналов, в развитии на ютюбе, да и еще раз повторимся, желаем ему скорейшего восстановления и выздоровления. Ну а буквально, через пару роликов мы запустим еще одно прикольное голосование по лучшим блогерам. Так что, друзья, подписывайтесь, чтобы их не пропустить и ставьте колокольчик. Увидимся.